Сын Елены Ваенги стал настоящей сенсацией. Поклонники в восторге. Некоторые даже кипятком от счастья плакали. Елена Ваенга очень не любит, когда смели поклонники нарушают границы ее личной жизни. Поэтому она прикладывает максимум усилий для того, чтобы держать подробности семейной жизни в секрете. До недавних пор певица не опубликовывала фото своего четырехлетнего сына Ивана. Но на днях она сама сделала исключение и показала подросшего мальчика. Фотографии маленького Ивана стали настоящей сенсацией для фанатов Ваенги. Сын артистки был занят во время выполнения дачных работ. Он с большим энтузиазмом ухаживал за огородом. К этой фотографии Ваенга сделала небольшую подпись. Вот купила мамка итальянскую ядрить-колотить шляпу, а ты в ней тыкву содишь. Мда, ну суть-суть. Вот так забавно, по мнению Елены, она прокомментировала фото сына. В комментариях к снимкам, сделанных во время огородных работ, поклонники высказали свое восхищение семьей Елены. Как это ценно при всех возможностях не отходить от корней, быть простыми и настоящими. Какой красивый и рвотящий мальчик, какой уже большой, друженик. У удивительной и прекрасной мамы достойная смена растет, написали Ваенге под фотографией. Напомним, что в октябре прошлого года Елена сыграла свадьбу с музыкантом, Романом Сатырбаевым. Муж артистки участник ее коллектива, поэтому супруги проводят вместе много времени, в том числе и не на гастролях. А вот с воспитанием сына певице помогают многочисленные родственники. А недавно Елена попала в глупую и неприятную историю. Неумная шутка Ваенги возмутила соцсети. В день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина она решила пошутить, но подписчики шутку не оценили. Шутка заключалась в том, что она разместила фотографию, на которой была надпись. В этот день, в 1799 году, родился Александр Сергеевич Пушкин. Как и полагается негру, нигде не работал и писал рэп. Погиб в перестрелке. Поклонники встали стеной против Ваенги. Были такие комментарии. Зачем вы так, Лена? Неожиданно. Совсем не смешно, пошло и глупо. Странно как-то читать на вашей страничке такое. Но были и другие комментарии, справедливости ради надо сказать. Такие как, Пушкин был обыкновенным живым человеком, святым он никогда не был, и я лично не вижу ничего обидного в написанном. В свою очередь хочу добавить, что если бы Александр Сергеевич Пушкин был жив и умел пользоваться какой-нибудь соцсетью или инстаграмом, он бы как-то ответил достойно на эту шутку Елене. А пока на данный момент ему остается только переворачиваться в гробу от творчества Елены.